Бог артов, друзья, и мы сегодня с вами с Божьей помощью разбираем третью мишну девятой главы трактата Сан-Гедрин. И напомню, что мы с вами разбираем четыре казни, которые приводил в исполнение еврейский суд Сан-Гедрин. И мы разобрались с Килу, разобрались с Раифу, и теперь говорим про казнь мечом, которой подвергались убийцы. И в связи с этим, да, человек, убивший другого человека, подлежит казни. Так раз уж мы говорим об убийцах, да, говорили в прошлый раз, что называется, да, кто является убийцей, которого можно казнить. Да, сегодня речь пойдет тоже, да, на связанную тему, говорит мишнарод. Если убийца смешался с толпой, с другими людьми, и мы не знаем, да, кто теперь убийца, да, Куламб Турин, то все свободны от наказания. Объясняется в Талмуде, что имеется в виду, например, если стрела полетела со стороны двух людей, и мы не знаем, кто выпустил стрелу, да, человек в итоге погиб, да. То нельзя ни одного казнить оба подозреваемых, да, свободны от наказания. Причем Равиоси добавляет, даже если один из них Аббахалавта. Да, да, Аббахалавта, это был выдающийся праведник, да, то есть даже если мы знаем точно, что один из них, там, не знаю, главный раввин, цадик кисоду лам, святой человек, и очевидно, что второй убийца, который пускал стрелу, все равно, да, по закону, все, эйн михавин, это шини, второго нельзя на основании этого судить как убийцу. То есть если он затерялся в толпе, даже если это толпа из одного другого человека, теперь мы не знаем, кто конкретно из них убийца, то оба уже никого казнить нельзя. Рабиуда говорит, кон син о тан ла кипа, их нужно упрятать за решетку, то есть посадить в тюрьму на кипа, так называлось, да, место, где держали заключенных под стражей, потому что это была такая арка, была сверху крыша у этого места. Но, согласно Талмуду, раби Иуда не спорит, да, здесь с танакамой нашей Мишны, а на самом деле он просто поясняет слова Мишны, которые в нашей Мишне отсутствуют. Да, а какие именно это слова, да, в нашей Мишне отсутствует фраза шор, шенигмар, дино, что если бык, который, да, мы учились с вами, да, что если бык убил человека, и ему был вынесен приговор, а мы знаем, что такого быка тоже забрасывали камнями, но этот бык смешался с другими быками, тогда, говорит танакама, нужно забрасать всех быков камнями. Почему? То есть так как любой бык, который подлежит забрасыванию камнями, запрещено извлекать из туши этого быка какую-либо выгоду, да, ни шкуру, ни мясо, ничего. А получается, нет никакого урона в данном случае для хозяина этих быков, и поэтому всех забрасывают камнями. Почему? Потому что это заповедь, заповедь такого быка подвергнуть касте скила. Рабиуда же говорит, а Рабиуда говорит, не нужно убивать, закидывать камнями быков, потому что это достаточно сложная процедура, закидать быка камнями, тем более, если это много быков. Это, да, Тирха Лебедин и тогда сильно обременяет суд, поэтому достаточно, говорит, просто закрытие всех помещений, где они умрут от голода. Есть, которые объясняют эту геморрору следующим образом, что лечь на самом деле в Мишне идет про убийцу, приговор которого еще не был вынесен, а он смешался с другими убийцами, которые уже, да, были приговорены к смерти. Так мудрецы считают, что в этом случае, что Куламб Турим Минамита. Всех нужно освободить от казни, потому что там есть один человек, который еще, да, не приговорен к смерти. А так он просто не приговорен, может быть, его приговорят в будущем. Нет, все равно нельзя приговорить человека к смерти, а только если он находится в суде, то есть когда его личность установлена четко, и вот он находится в суде. Арабий Иуда считает, что констилутан Лекипа, что нет, всех закрывают под стражу. То есть их всех умаривают, да, они все умирают, но умирают в тюрьме. Шуэльвы, Кулам, Рудскимэм. Потому что так или иначе все являются убийцами. Энлиф, Торутам, Легамре. Нельзя их полностью освобождать. То есть можно их освободить от казни, но не знать, что они должны ходить на свободе. Да, они все должны умереть в тюрьме. То есть остаться в тюрьме. Так объясняет Мэйри. Да, и так объясняет Трактат Сан-Эдрин. Очень интересная мечта, да. То есть как быть в этой ситуации. Коль Хайве, это спорт Анакамы, да. То есть вот о чем именно говорил Раби Иуда. Видите, по одной версии Раби Иуда вообще говорит про быков, про которых вообще речи в нашей мечте нету. Да, а по другой версии, что речь идет про убийцу, которого еще не успели вынести приговор, а он смешался с другими. Смотри, непонятно, кто из них кто. Да, а что делают? Либо всех отпустить, по мнению мудрецов, либо нет, всех закрыть за решетку, по мнению Раби Иуда. Коль Хайве ми точше не торву зе ба зе. Веде неудим мегмегем нитхэв скила, он бисре паве хадобе. Теперь такая ситуация. Перемешались все приговоренные к смерти. И были из них, которые были приговорены к скиле, были, которые приговорены к срейфе, были, которые приговорены к мечу. И вот они все перемешались. Ни до ним, ни до кала. Все должны быть умерщвлены, но с самой слабой из казней. То есть, если там были, подлежали, которые скиле и подлежали, например, в мечу, то все должны умреть от меча. А ни с калимба, ни с рафин. А вот если те, которые были приговорены к скиле, смешались с теми, которые были приговорены к срефе, сожжению, не торву хайвей скила бе хайвей срипа, вот тут у нас спор. Помните, мы с вами учили, то есть какая казнь является более строгой, более страшной, у нас есть спор. Раби Шимон считает, что ни до ним, ни скила. Раби Шимон считает, что в этой ситуации нужно всех забросать камнями, потому что, по его версии, скила является второй по строгости. Самая страшная из казней, это именно срефа. Хамура, мискила, леда, а только мошалим заэль. А мудрецы говорят, нет, ну, ним бы срефа, всех нужно сжечь, потому что скила является самой страшной, самой строгой из всех четырех казней, а не срефа. И получается, тогда нужно всех именно провести через казнь срефа. А Марлахен Раби Шимон сказал, Раби Шимон, мудрецам. И луло гайта срефа хамура, и луни тналы ваткоин шезинта. Если бы, говорит, срефа не была самой строгой из четырех казней, то она бы не была бы предназначена для дочери Коина, которая развратилась. Да, то есть, говорит Раби Шимон, он читает так. То есть, Раби Шимон читал так, что дочка Коина, обрученная, как мы учили, которая изменила своему осуженному, будучи обрученной, она подлежит казни срефа, сожжению. Вело бис скилаки, а не скиле, как обычная еврейка, которая тоже обрученная, она подлежит скиле. А дочка Коина срефе, умиканши метат срефаха мурами скила. А что мы отсюда видим? Что два аналогичных греха, обычная девочка еврейка и дочка Коина. Дочка Коина подлежит срефе, а обычная еврейка подлежит скиле. Кто больше, мы знаем, что дочка Коина, она как бы больше напорочит имя своего отца. Получается, он говорит, вот вам и доказательство, что срефа – это более страшная казнь, чем скила. Однако мудрецы считают, что но мудрецы спорят с самим законом. Они считают, что дочка Коина, которая изменила мужу, она подлежит срефе только если она была замужем. То есть уже была хупа. Убазеха мурдина, ми бат Исраэль. И в этом есть как бы строгость ее над обычной еврейкой замужней. Потому что если обычная женщина изменяет своего мужа, она умершляется через каздхенек – удушение. А дочка Коина через срефу. О, вот видишь преимущество. Но что касается наарам и ураса, что касается девочки обрученной, то тут неважно, это дочка Коина или обычная еврейка, самый высокий уровень наказания – скила. И у той, и у той скила. Поэтому говорить твое доказательство, как бы не доказательство, потому что мы спорим на сам факт твоего закона, что дочка Коина, будучи мы урасой, обрученной, подлежит срефе. Нет, она подлежит скиле. То есть мы видим, что самые страшные грехи караются скилой. Прямым текстом в Торе. Это самые страшные грехи. То есть очевидно, что скила – это самое сильное. Окей. Вот такая полемика между Раби Шимоном и мудрецами по поводу того, они продолжают спорить, какая из казни срефа или скила является самой строгой, и какая занимает второе место. Продолжает Мишна и говорит, а что, если смешались скила и срефа, а что, если смешались те, которые подлежат смерти через отсечение головы, то есть Эрек, с теми, которые подлежали удушению? Хенек. Тогда что? Раби Шимон говорит Бесаев, тогда всех нужно казнить мечом. Потому что, опять-таки, по мнению Раби Шимона, удушение – более строгая казнь, чем меч. Меч находится на четвертом месте, а удушение – на третьем. Но мудрецы говорят, нет, всех нужно подвергнуть казни Хенек – удушению, потому что они считают, что третье место занимает по строгости именно меч. А Хенек – удушение занимает четвертое место. И объясняется в Талмудишем что получается Ир-Анидахат. Ир-Анидахат – это город, в котором большая часть евреев стала служить идолам. По мнению Раби Шимона, подвергается удушению жителей этого города. И получается, Раби Шимон доказывает, видите, обычно за это прегрешение человек подлежит отсечению головы. А тут Турак говорит, что их нужно подвергнуть удушению. Очевидно, удушение более строгое, чем отсечение головы. Да, согласно мнению Раби Шимона, что те люди, а, Медихи, Медихи – это вот эти вот проповедники, проповедники, которые были пойманы в Ир-Анидахат, которые зашли в Ир-Анидахат, и начали проповедовать служение идолам. Что их, а они подвергаются казни хенек – удушению. Тогда как обычные подвергаются именно отсечению головы. А, так вот он говорит, видите, кто больше согрешил? Тот, который, то есть тот проповедник, который говорил, да, пойдем мне с нами служить идолам, или тот, который за ним пошел. Очевидно, тот, который, да, совращал других. Мы видим, что он подлежит хенеку. Значит, хенек – это более страшная казнь, чем херек, чем убийство мечом. По этой дате доказательства Раби Шимона. Да, потому что он, который вводит в заблуждение, его казнь должна быть более строгая, чем та, которых он ввел в заблуждение. А мудрецы же считают, что те, которые вводят в заблуждение, они вообще, они подлежат казни скила. Тогда как все жители города Иранидахат подлежат казни херек, то есть мечом, умирают от меча, а не хенек, удушение. А раз так, то есть у нас получается скила против меча, поэтому это ничего не доказывает, и возможно, что меч может быть по-прежнему более строгим, чем удушение. И поэтому этот спор остается, но Аллаха, конечно, идет не по Раби Шимону, а по мнению большинства, по мнению мудрецов. Итак, что мы с вами видим, то есть наша мечта разобрала случаи, когда убийца смешивается с толпой. Мы сказали, что, да, говорит она Кама, что даже если стрела вылетела из, да, то есть два подозреваемых у нас, и один из них, даже царики Содулам, все равно, если мы точно не знаем, то он смешался, никого нельзя казнить. Раби Уда делает пометку по поводу быка, что в отличие от человека, понятно, что он согласен с Танакамой, но в случае с быком, он говорит, не нужно забрасывать всех быков камнями, а достаточно просто их загнать в место, где они сами умрут от голода. А потом мы, да, сравнивали, что если, да, все люди были подвержены разным казням, и все перемешались друг с другом, и мы теперь не знаем, кто какой казни должен подлежать. Тогда мы берем самую слабую из этих казней, закон, все с ним согласны, что они должны быть казнены самой наименьшей, да, по строгости казни. Все должны быть казнены, но самой наименьшей по строгости. Теперь вопрос, только раби Шимон и Мехахамим спорят, да, какая казнь, какое место занимает. И, соответственно, каждому мнению Дара Бешимон считает, что самое строгое это Срэйфа, потом идет Скила, потом идет Хенек, а потом идет Херек. Мудрецы же считают, что нет, самое строгое это Скила, а потом идет Срэйфа, потом идет Херек, а потом идет Хенек. И в соответствии с этим, да, они каждый приводят свои доводы, и, соответственно, да, согласно этому выносят свои вердикты. Аллаха идет в итоге по мнению мудрецов. Работаем на этом, да, мы завершили с вами Мишну, Гимель, Безад Ашем, завтра продолжим. Сегодняшнее изучение Торы было в заслугу наших братьев. Безад Ашем, оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До завтра всем в Ишаркуах.